Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Сегодня на коррекции моя любимая клиентка, которая умеет свои ногти фотографировать лучше, чем я. У нее такие всегда красивые фотографии получаются. Я их в сторис себе почу. Вы их, конечно же, видели. В общем, замечательнейшая клиентка, замечательнейшие фотки и всегда замечательное настроение при работе. Ну а вам, как обычно, напоминаю, что именно в этом месте нужно поставить лайк этому ролику, написать какой-нибудь комментарий, как-нибудь проявить свою активность. Вам не сложно, я буду вам очень сильно благодарна. Помогите мне, пожалуйста. Я вот вас очень прям прошу-прошу. Вот, пока не забыли, давайте все это сделаем и поедем дальше. Сегодня у нас коррекция, сегодня у нас простой и совершенно незамудренный процесс, потому что коррекция у нас простая, ноготки у нас на такой длине более-менее ровненькие, тем более длину мы будем еще убирать, то есть длины у нас будет еще меньше. И поскольку у нас не так много длины, каких-то больших косяков по форме ногтей нам исправлять не нужно. То есть на такой длине не сильно-то видно, что ногти там куда-то растут вниз, или куда-то поворачиваются, или еще с ними происходят какие-то проблемы. Поэтому исправлять здесь практически нечего. Нам нужно просто наложить новый материал на отросший ноготок, грубо говоря. В этом и состоит наша коррекция. Но поскольку мы будем добавлять все-таки внутренний дизайн, дизайна будет хоть и немного, но мы его хотим расположить именно в середине поверхности ногтя, мы снимаем материал максимально до тоненькой подложечки. Особенно внимательно снимаем материал в районе кутикулы, боковых валиков, торца и боков свободного края. Все это выполняем сначала при помощи фрезы, потом допиливаемся пилочкой. Допиливаемся аккуратненько, не спеша, медленно, печально, в любом случае. Кстати, как-то во вчерашнем ролике никто и не отреагировал по поводу того, чтобы я выложила просто отдельно опил. Никому не надо. Ну и ладно. Все мне верят, что опил занимает не так уж много времени. Сегодня, кстати, наш ролик без ускорения. Все в живом виде. Именно столько по времени в живой работе это и происходит. Кстати, я очень люблю вот такие живые ролики. Почему у меня пыль на руках? Почему у меня порванные перчатки? Почему я не одеваю целые? Ну потому что невозможно попилить ногти без пыли. Да? Ну просто невозможно. Можно сделать постановочную съемку. Можно попилить, помыть руки, вымыть стол. Все это подготовить и сделать вид, как будто пыли здесь никогда и не было. А можно даже не пилить в кадре. Можно, допустим, взять и просто поводить инструментом. И тогда пыли вообще не будет. Точно так же вы же все прекрасно понимаете, что после опила, после работы пилкой, после всех этих манипуляций, очень редко когда остаются целые перчатки. Ну практически никогда. У меня их в каждую вторую клиентку на фрезу наматывает. Поэтому вообще здесь все очень легко и просто. Поэтому у себя на канале я оставляю именно вот такие вот жизненные моменты. Все как в жизни происходит. По-другому не бывает. Итак, мы перешли к дизайну. То есть мы сделали все подготовительные работы. Теперь берем тоненько намазываем гель на ноготок и на него укладываем блестки. Да-да, мы будем делать модный нынче дизайн, растяжку, блестки у кутикулы. Кстати, очень красиво получилось. Мне очень понравилось. Поэтому для того, чтобы наши блестки прицепились, мы сначала наносим им жидкий гель, куда мы их утапливаем, а потом сверху перекрываем опять же таким полупрозрачным, молочным розовым оттенком. Получается, что у нас в середине ногтя блестки, которые мы потом спилим в районе кутикулы, основную массу материала, он станет еще более прозрачным, и блестки наши будут просвечиваться сквозь него. То есть все эту логику уже знают. Мы с вами и здесь на канале уже не раз это делали, и весь инстаграм завален подобными видосиками, подобными мастер-классами. На самом деле, действительно крутая штука, девчонки. Мне очень понравилось работать в этой технике. Я уже туда пихала, что только не пихала. Вот таких блесток мы еще не пихали. Давайте запихнем и посмотрим. Смотрите, мы уже спиливаем потихонечку толщину материала, и видим, как наши блестки просвечиваются сквозь него. Ну а теперь окончательно пил. Собираем всю нашу форму, прорабатываем в районе кутикулы. Потом, конечно же, будем делать всякий разный обрезной и обгрызной, кому, кто какой умеет делать маникюр. В любом случае, обрезать кутикулу. Поговорим с клиенткой по поводу того, что, кстати, у этой клиентки кутикула. Вот только и только тронься. Причем самое интересное, как-то вот через раз. Бывает раз все делаешь, всю процедуру проводишь, ручки целые, все хорошо. Бывает раз, вот кажется, что еще там резать, резать и резать, а буквально чуть-чуточку ножничками нажал и уже кровит. Понятия не имею, что сделать с такими руками. Кутикула сухая, кутикула лопается, кутикула трескается буквально от каждого прикосновения. Я рекомендовала мазать маслом, кремами, делать уход в домашних условиях. Пока не помогло. Мы договорились, что клиентка будет отодвигать свою кутикулу между процедурами, то есть просто брать палочку и отодвигать ее, чтобы она не прилипала на ноготочек. Посмотрим, как будет в следующий раз. Ну а теперь самое вкусное, самое интересное. Рисуем, конечно же, дизайн. Сегодня в качестве дизайна у нас будут цветущие вишни. Ну, вишни, абрикосы, кто там у нас. В общем, кто у нас ботаник, тут, конечно же, определитесь с названием этих цветов. Мы, к сожалению, так и не поняли, как они называются. В любом случае, мы делаем заготовки по цветочке. Вот там вот, где у нас блестящие штучки, там у нас будет центр цветков. Я хочу поработать в московой технике, но я сегодня не совсем правильно подобрала материал. Мне нужно было взять красочку чуть-чуточку более прозрачную, потому что, видите, мазочками я закрываю ту теньку, которую я для себя нарисовала. То есть нужно было немножечко, может быть, финиша добавить в краску, чтобы он был слегка чуть-чуть прозрачнее. Просто краски очень пигментированные, очень хорошие. Это плюс этих красок. Но в данном случае я думала, что мои мазочки сведутся в полупрозрачный к основанию, и у меня там будет автоматически тенька. Не получилось. Поэтому мы рисуем вот такие вот цветочки, и потом дополнительно будем теньки на место возвращать. Ну а сама по себе мазковая роспись – это нечто потрясающее, потому что буквально одним движением вести у вас получается уже готовый красивый результат. Кстати, у нас есть онлайн-курс по мазковой росписи. Кстати, скоро ожидаются скидки на онлайн-курсы, очень большие, поэтому следите за новостями, не пропустите. И, кстати, в Инстаграме скоро я буду участвовать в очередном марафоне. Можете к нам присоединиться. Там мы будем рисовать кружева. Все подробности о марафоне в Инстаграме, поэтому заходите, подписывайтесь, смотрите, будем с вами вырисовываться. Итак, зарисовываем мазочками всю нашу поверхность. У нас получаются вот такие вот цветочные леточки. Очень симпатично, очень просто, совершенно ненавязчиво. Ну буквально, девочки, отпечаток кисточки поставили, и у вас уже готов лепесточек. После того, как мы все это безобразие просушили, я же говорила, что мы вернемся обратно к тени. Берем те же самые блесточки, которые мы пытались сделать в серединку, и намазываем их сверху, слегка немножечко подтушевывая. Ну а что делать, если мы серединку всю закрыли? Надо возвращать ее на место. Кстати, обратите внимание, как блестят наши внутренние блестки. Шикарно получилось. Все наши цветочки блестками подсвечены. В конечном итоге, для того, чтобы собрать цветочек в кучку, мы выставляем светло-желтенькие серединки. Опять же, не стала я здесь ставить слишком яркий желтый оттенок, или какой-то там вырви глаз. Для того, чтобы все было максимально нежно, максимально интересно. Ну и на этом, собственно говоря, наш дизайн ногтей сегодня готов. Получилась вот такая красотища. Я не знаю, какая рука красивее. Давайте определимся в комментариях. Вот это или вчерашний розовый кварц. Давайте выясним, какая же рука у клиентки лучше. Клиентка у клиентки, я, кстати, мы первый раз делали вот прям кардинально противоположные руки, из которых можно выбирать. Поэтому в следующий раз на коррекции я спрошу, какая рука ей понравилась больше. Ну, а я надеюсь, вам сегодня понравилось. Надеюсь, вы не забыли лайк поставить еще в начале ролика, когда я вам напоминала. Спасибо вам за это большое. Спасибо и большой привет всем тем, кто досмотрел до этого момента. Давайте я вам машу ручкой, и вы мне помашите в ответ. Всех люблю, целую. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok